Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара на несколько каточек АМХ 50120. Это тяжелый танчик 9 уровня, который стоит в веточке тяжелых танков дерева Франции на предпоследнем месте перед десяткой АМХ 50Б. Что он собой представляет? Посмотрим, как обычно, исключительно кратенько в разрезе самого орудия, ну и кратко обсудим, что есть из допок. Из допок есть гусли, из допок есть двигатель. Скажу откровенно, я выкатал и гусли, и двигатель, потому что, честно говоря, машинка мне плюс-минус в свое время понравилась, и я захотел вывести ее в топчик и оставить себе в ангаре. Что же касается орудия, есть базовое орудие, промежуточное орудие 8 уровня и топовое орудие 9 уровня. В любом случае, поскольку вы будете проходить через орудие, будете вы выкачивать двигатель и гусли или не будете, зависит от вас. А вот что касается орудия, в любом случае, орудие вам придется выкатать для того, чтобы перейти на 10 уровень. Итак, что собой представляет пушечка? Это барабан, барабан на 3 снаряда, время перезарядки между снарядами 3 секунды между каждым шотом. За каждый шот вы будете закидывать по 400 урона, а в принципе это довольно приятно, потому что 3 снаряда до по 400, получается 1200 средняка у вас вылетает с одного барабана. Довольно долгое время перезарядки магазина. Ну, как долгое? Для магазина это нормальное время перезарядки. И в принципе, там на магазинных каких-то танчиках, когда у вас здесь цифра красуется в 17 или в 18 секунд, ну вы хлопаете в ладоши и райдуетесь тому, что вау, какая быстрая перезарядка. Да, здесь на АМХ она составляет 22 с копейками секунды. Этого немало, ребят, это довольно-таки длительное время. Но плюс-минус сам АМХ, если нормально приспособится к танчику, он в принципе позволяет вам дождаться перезарядки и вывалить еще раз в среднем 1200. При всех вот этих вот показателях урон в минуту составляет 2500, ну если быть точным, то 2541. Но в целом, давайте будем говорить о 2500, что тоже, кстати, для девятки циферка довольно-таки приятная. Я бы не сказал, что она какая-то там фиговая. Углы наводки, да, немножко подкачивают. Вверх всего лишь 8, но редко используем, поэтому не останавливаемся на этом. Вниз минус 6. Честно говоря, крайне маловато. Ну вот, крайне маловато для этого танчика. Мне всегда хотелось, чтобы хотя бы было минус 8, я не знаю там. Ну, это было бы хоть как-то терпимо. Но в целом, минус 6, как бы, что имеем, то имеем, соответственно, будем это и играть. Хотелось бы обратить внимание, что на других пушках все равно углы склонения не меняются. То есть, вне зависимости от того, какую пушку вы будете катать. Меняются только характеристики по КД, меняются характеристики по Альфе, меняются характеристики по ДПМ. А все остальное, я имею ввиду углы вертикальной наводки, остаются, как и были, что на базовой, что на топовой пушечке. Что же касается времени сведения. 5,1 циферка такая вот довольно заоблачная и не сильно приятная, честно говоря. Поэтому танчик не сильно любит воевать на дальнем расстоянии. Что же касается разброса на 100 метров, посмотрим непосредственно в бою. По подвижности тоже заценим, поскольку я выкатал топовые двигатели, топовые гусли и всем рекомендую их выкатывать, а потом уже начинать выкатывать АМХ 50Б. Потому что по-другому выкатывание на АМХ 50, 120, десятки превращается в существенные такие мучения. Ну, давайте посмотрим, допустим, базовые характеристики топового двигателя и характеристики двигателя, который идет в стоке. Средняя скорость на 3 км меньше вроде бы не сильно существенна, но поверьте, при 31 км в час я бы сказал, что это существенно. Тяговое оружение. Оно увеличивается на топовом двигателе на 2,8 лошадиных силы на тонну. Тоже, в принципе, при показателе в 16, согласитесь, в процентном соотношении довольно существенно. Скорость поворота корпуса. Танчику действительно скорости поворота корпуса на базовом движке не хватает. И это очень ощутимо. Если посмотреть, что здесь идет 26 градусов в секунду, то 5 градусов в секунду неполных, тоже, согласитесь, в процентном соотношении, грубо говоря, 1,5. Тоже довольно существенный показатель. Мощность двигателя лошадиных сил, ну, как бы, такой себе показатель. Вот больше понятно вот на вот этом показателе и на вот этом. Что топовый движок, он реально гораздо приятней. Да, то есть, ну, получается, на нем играть гораздо комфортней. Что же касается гусли. Гусли по проходимости, они не очень хороши, но становятся существенно лучше и реально ощутимо в игре. Это особенно где-нибудь на каких-нибудь песчаных картах. Соответственно, проходимость там по дорогам, по грунтам, по воде, вот вам, пожалуйста, приведены. В частности, по грунтам, обратите внимание, что показатель увеличивается тоже довольно существенно. И скорость поворота корпуса тоже, получается, добавляется. Ну, в общем, в целом, и то, и другое выкачив, вам будет гораздо комфортней играть этот танк. А теперь закатываемся в бой, посмотрим, что он собой представляет. Сразу обозначу, оборудку я не ставил по одной простой причине. Потому что то, что она добавляет, несущественно. Ну, вот реально, я не увидел существенности. Если вы не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Проходимость, окей, хорошо. Что же касается того, ради чего я всегда ставлю, я ставлю ради того, чтобы увеличить скорость наводки, я ставлю для того, чтобы увеличить скорость перезарядки. Допустим, обзор, ну, я бы не сказал, 18 метров, как бы, тем более, это тяж, вы не светлячок, как бы, не сильно-то и надо. Что касается скорости времени сведения после движения, плюс 10% скорости. Да, вроде бы существенно, но, честно говоря, в самом показателе 0.5 добавляется, на цифре, как бы, ну, не знаю, как-то не сильно сказывается. Что же касается, вот, времени перезарядки, когда вы поставите вот эту вот улучшалку, то у вас, получается, время перезарядки магазина уменьшается всего на полсекунды. Ну, как бы, вообще несущественно. Поэтому, честно говоря, за всю вот эту вот шелуху вываливать, ну, практически 2 ляма серебра, я лично не посчитал за необходимое. Если вы не согласны, пожалуйста, пишите в комментариях, обязательно обсудим. Ну, и тем более, я люблю и ценю альтернативные мнения. Все остальное, там, амуниция, снаряга, плюс-минус стандартная, по амуниции тут особо ставить нечего. Я всегда ставлю себе две канистрочки для того, чтобы увеличить скорость и динамику танчика. Ну, и, соответственно, основной наборчик, кофе с круассаном в данном случае, для того, чтобы увеличить время перезарядки магазина уже на секунду. Ну, то есть, как бы, это реальная прибавка, которая хоть как-то ощущается. Итак, ребят, я думаю, что ради интереса я куплю вот это, поставлю себе. Возможно, оно мне действительно добавит, и таким образом я себе добавляю полторы секунды перезарядки, да? Ну, и погнали в бой, посмотрим, на что он способен. Ребятки, пока мы заходим в бой, пока мы грузимся, хочу попросить каждого из вас, вот, обратите внимание, вот здесь, вот, в правом нижнем углу, есть такой шильдичек, по крайней мере, должен быть шильдичек, с названием моего канала. И маленькая такая кнопочка снизу подписана, подпишись. Вот, если вам не сложно, наведите туда курсор своей мыши, кликните подписаться. Это всего лишь секунда вашего времени, и подписка не будет мешать вам в списке ваших подписок. А для моего канала это реально лишний дополнительный вздох, который вы добавляете в жизнь моего канала. Спасибо вам большое. Вот сейчас опустите мышечку вниз, опускайте, опускайте мышечку вниз, нажмите, нажмите подписаться. Отписаться-то потом в любом случае успеете, если вам не понравится канал. Итак, возвращаемся к танчику. Как видите, танчик для тяжика, он довольно бодренький. То есть он нормально подъехал сейчас на свою позицию, нормально себя здесь как-то стал. То есть, ну, мы нормально проскочили. Короче говоря, по подвижности у меня к танчику нет, как к тяжелому танку, ровным счетом, но никаких абсолютно претензий. Я часто критикую подвижность танков тогда, когда это действительно стоит. Вот сейчас критики абсолютно не стоят, соответственно, и не критикуют. Что же касается того, как на нем играть. Играть на нем от башенки довольно-таки сложновато, если вы находитесь где-то на каком-нибудь возвышении, вам необходимо свестись вниз. Что касается точности стрельбы, ну, вот когда просто навскидку куда-то кидаешь, то я бы не сказал, что слишком точная какая-то пушечка. Но в целом, в целом, я бы сказал, что играть комфортно. Как я уже сказал, комфортно на нем играть именно на средних расстояниях. На дальних расстояниях разброс, он слишком велик. Пока перезаряжаемся, ну, вот вам скорость сведения, и вот вам круг разброса на дальнем расстоянии. То есть, стоит там какой-нибудь танчик, соответственно, вам выцелить конкретную точку, в которую вы хотите попасть, уже не получится. По поводу углов склонения. Вот смотрите, сейчас стою на не очень, там, прям косой какой-то поверхности, и вот вниз пушка, ну, вообще никак, да? Обратите внимание еще раз, вот как я стою. Да, на 600 с копейками схватил, пока показывал. Ладно, такое тоже бывает. В первом бою всегда больше рассказываю о танчике, чем его реально катаю. Что же касается времени перезарядки по орудию, то время, вот смотрите, сейчас не могу даже подстроиться нормально, выровняться для того, чтобы начать выцеливать конвой. Что же касается времени перезарядки. Время перезарядки, я бы сказал, что оно ощутимо, как на всех барабанах, но оно не критично. То есть, вот если предыдущие танчики по ветке в своих обзорах, посмотрите, пожалуйста, на канале, кому интересно, они есть. Вот если все предыдущие танчики, я как-то отчасти хайл за время перезарядки, потому что, ну, не нравилось оно мне. Кто-то скажет, что ГСН, да ты гонишь, во всех видео ты рассказывал, что практически такое же время перезарядки это хреново, типа, а вот на этом танчике цифрыки практически те же самые, а ты говоришь обратное, говоришь о том, что в принципе плюс-минус комфортно. Так вот, ребята, что я хотел бы сказать для тех, кто, ну, будет пытаться такое заявлять мне. Я говорю не о самом времени перезарядки орудия, я говорю о том, насколько вам комфортно будет в процессе, пока оно будет перезаряжаться. Это две очень больших разницы, ну, прям вот совсем разницы. Итак, смотрим результаты боя и продолжу свою мысль. 1546 единиц урона, мы вошли в плюсик, и по результатам нашего боя мы заняли, ну, я бы сказал, предпредпоследнее место, да. Это при том, что я постоянно что-то говорил, там мало интересовался тем, что происходит непосредственно в бою, больше рассказывал о самом танчике. Сейчас закачусь в следующую каточку, ну, и, соответственно, посмотрим, что будет, если я буду разговаривать чуть меньше, возможно, мне чутка больше получится сделать на этом танке, когда я буду сосредоточен непосредственно на самом бое. Итак, ребятки, закатываемся в следующий замес, посмотрим, что там как что, а пока закатываемся, для тех, кто не успел нажать на подписочку, нажимайте, я вам буду очень сильно благодарен, и еще я вам буду безумно благодарен, если вы будете ставить лайки под видео, это существенный вклад в развитие моего канала, и в то, чтобы мои видео выпадали в рекомендацию другим любителям танков, которые их еще не смотрели. Итак, спасибо вам большое заранее. Возвращаемся к самому танчику. В частности, мы с вами говорили по поводу того, что данная машинка, она существенно отличается от всех, кто стоит перед ней в ветке развития, и, честно говоря, для меня она стоит даже частично выше, чем, ну, по оценочке, по моей субъективной, выше стоит, чем танчик, который стоит на 10 уровне. Говорю о чем? Говорю о том, что просто в отношении перезарядки орудия, для меня, допустим, лично, важна не цифра, которая там написана. Вопрос не в количестве секунд, сколько ты перезаряжаешься. Вопрос в том, а сможешь ли ты комфортно прожить это время в бою, или максимально комфортно, да, в бою продержаться, для того, чтобы перезарядиться и дальше помогать своей команде, нанося урон. Вот в чем вопрос. И этот танчик, по моему субъективному, исключительно мнению и ощущению в игре, он гораздо больше дает вам возможностей, для того, чтобы пережить время перезарядки. Да, его тоже, вот как сейчас, будут пробивать в бачок. Вопросов нет. Но, ребят, это все равно не то же самое, когда ты стоишь с морды и просто отхватываешь, вот, от всех, от кого не леть. Да, в корму залетает, вопросов нет. По корме неприятно, когда бьют. Но, в принципе, я не знаю, ну, как бы, ни одного танчика в игре, которому приятно, когда его лупят в корму. Практически у всех танков, если я ошибаюсь, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой танк тяжело пробить в корму. Ну, и там дальше, в комментах, либо на стриме этот вопрос обязательно обсудим, если он действительно будет актуальным. Итак, теперь поменьше разговоров, побольше дела. Попытаемся чего-то здесь, ну, хоть чего-то здесь натворить. Не смог я ничего сделать, пробили меня в корму, да и, честно говоря, сама команда как-то вот довольно бодренько спускается вниз. Я сейчас попробую досмотреть этот бой, посмотрите его вместе со мной и закатиться еще в одну каточку, просто ради банального интереса. Итак, ребятки, благодаря нашей команде получилась победа. Я нанес опять 1250 урона, в том бою, по-моему, чутка больше было, но ненамного, по-моему, на сотню. Честно говоря, я как-то не акцентировал внимание, не запоминал. И опять трествие места с конца. Сейчас закатываюсь еще в одну катку, ну, и попытаюсь максимально сконцентрироваться на бою и все-таки чуть меньше рассказывать про сам танчик. Вообще, почему мне хочется говорить об этом танчике? Потому что он на меня произвел самое, наверное, большое такое позитивное впечатление из всех танков по данной ветке. Объясню почему. Дело в том, что, играя на танчике, ты оцениваешь его со стороны того, как он играется, но не всегда оцениваешь его возможности конкретно на его уровне. Понимаете? Поэтому я бы сказал так. Мне девятка в этой ветке, АМХ 50-120, как девятка на своем уровне играется гораздо приятнее, гораздо комфортнее, гораздо интереснее, чем АМХ 50-B десятка на своем уровне. То есть получается так, что этот танчик более годный не потому, что на нем можно хорошо нагибать против десятых уровней, а просто потому, что на своем конкретно уровне он гораздо комфортнее и приятнее, чем десятка на своем уровне, чем восьмерка на восьмом уровне. Ну, то есть, думаю, ход мысли вы уловили. В целом, честно говоря, я как-то вот не сильно люблю французские танки в этой игре. Вот как-то ни один из них мне нормально не заходил. Но если провести вот какой-нибудь такой анализ и сравнение танчиков, то, наверное, вот этот танчик, он больше всего мне зашел из тех, которые, ну, есть во французской ветке. Я имею в виду из тяжиков. Так, пока я здесь, короче, перекатывался-перекатывался, врагов потихоньку наши разбирают. Вернемся к сведению на дальних дистанциях. Ну, сведение, я бы сказал, оставляет желать лучшего. То, что я и говорю, что танчик гораздо приятнее играется на средних и близких расстояниях. Ну, я имею в виду именно в отношении орудия самого. Он играется гораздо комфортнее и гораздо приятнее. Может, в отношении бронирования все-таки не стоит играть прям совсем на первой линии. Но в целом он мне довольно-таки нравится на средних расстояниях. Сейчас подкатимся к тяжам, попытаемся кинуть пару раз по кому-нибудь из них. Ну, вот сейчас немножко не повезло. То, что я говорил, что без полного сведения орудие, оно не всегда дает хороший результат. Вот заметьте, сейчас, в принципе, прога бросила первый шот и не пробила меня. Во втором шоте, да, выселили, пробили, все окей. Но в целом, согласитесь, если посмотреть обзоры на танчики других уровней этой ветки, то получается, что в этот танчик все-таки чаще не залетает, чем не залетают в какие-либо другие танчики. Прога сейчас попытается явно охотиться на меня. Я попытаюсь охотиться за ИСом. Хотя, я так понимаю, что ребята разберутся и без моей помощи. Итак, ребят, закончился бой. В этом бою получилось немножко лучше, немножко больше. Я не думаю, что, ну, прям совсем много урона я нанес. Но я думаю, что два косаря нанести должен был, по крайней мере, по каким-то таким грубым моим подсчетам. Ну вот, пожалуйста, 2730 единиц урона, два сделанных фрага. И это уже ближе к правде о АМХ 50-120. Да, мы не вышли там в какой-то очень большой плюс по серебрухе, но мы заняли первое место по урону. И я считаю, что это существенный вклад в победу команды. Два фрага и вот эта вот циферка нанесенного урона. Что же касается опыта. За бой мы получили не полный косарь опыта, а можно и больше. И танчик это, в принципе, позволяет. Поэтому я бы сказал об этом танчике следующее. Вот конкретно вот этот АМХ 50-120, это реально самый классный и самый играбельный танчик из всей ветки. И я больше чем уверен, что прокачав полностью всю ветку и даже открыв АМХ 50-B... Понятное дело, что АМХ 50-B, когда вы уже откроете, вы оставите его себе в ангаре. Это, ну, как бы не оговаривается. Я знаю очень мало игроков, которые продавали десятки, потому что они им не нравились. Они все равно автоматом остаются в ангаре. Ради этого ветку качают. Но потом становится выбор, а что из ветки еще себе оставить. И я вот уверен, что из всех танчиков, которые предложены в этой веточке, вы, скорее всего, первым ткнете пальцем именно в АМХ 50-120. Итак, ребятки, играйте в танки, получайте удовольствие, возвращайтесь на канал. Если вы не подписались, подпишитесь, пожалуйста, я буду вам очень благодарен. А на данный момент у меня все. Я буду рад вас видеть в просмотрах моих видео. Всех благ, всего хорошего и обязательного мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова